Следующая стадия развития растения после цветения, это, конечно же, закладка подоношения. И чем ближе мы приближаемся к сбору урожая, препараты нужно вообще сокращать, а и вообще лучше не обрабатывать сады. Существует такая закономерность. Последнюю обработку химическими препаратами нужно проводить за 30 дней до сбора урожая. Многие садоводы думают, что если у растения нет плодов, то его можно травить абсолютно регулярно, с перечностью раз, две недели раз в месяц. Это абсолютно неверно. В каком плане? Например, спирея японская. Она обладает слабодушистыми соцветиями. И многие опылители, пчелы, шмели, они именно фокусируют, собираются на соцветиях спиреи. Поэтому если вы будете оберегать от химических препаратов плодовые деревья, но безбожно не обоснованно обрабатывать декоративные кустарники, вы убьете популяцию опылителей. Этого тоже делать нельзя. То есть во время цветения весь сад запрещен к обработке химическими препаратами. Итак, продолжаем обработку. У нас идет процесс закладки одревеснения побегов. У нас идет возревание побегов процесс. Параллельно с этим процессом идет возревание плодов. Как только вы сняли плоды с ваших груш, яблонь, слив и других плодовых деревьев, вот этот момент, когда вы можете еще высокими концентрациями сделать обработку искореняющую. Конечно, здесь будут не такие высокие концентрации, как в весеннюю обработку, потому что у вас есть листья. Обрабатывать после листопада концентрациями высокими есть смысл. Но, опять же, к сожалению, наша сейчас осень непредсказуемая. У нас бывает период дождливый, и препараты многие смываются. Поэтому, конечно же, эффективнее обработка весенняя. Но если вы весеннюю обработку пропустили, вы можете ее продублировать осенью. Когда? Когда растению входит в состояние покоя. То есть ваше растение легло спать в состоянии покоя, листопад завершен, и у вас стоит голое дерево. Тогда тоже можно взять препараты высокой концентрации. Многие садоводы умеют пользоваться бордовской смесью. Высокая концентрация, опять же, медного купороса. Они имеют смысл здесь быть примененными. Субтитры создавал DimaTorzok